Добрый день, дорогие друзья! Ралли-марафон «Дакар-2019» подошел к долгожданному экватору. Сегодня, после двух тяжелейших марафонских спецучастков, день отдыха и участников принимает великолепный белый город Арекипа. Это прекрасный образец колониальной архитектуры, основанный еще испанскими конкистадорами. Лежит на равнине на высоте 2300 метров в окружении великолепных вулканов-пятитысячников. И какое-то время этот город даже был столицей Перу. Перу. Вообще, вот это вот самое сердце этой страны, прекрасной страны. Вообще, в отношении Перу есть много эпитетов, которые начинаются со слова «самый-самый». Перу является третьей по площади страной южноамериканского континента после Бразилии и Аргентины. Вообще, девятнадцатой страной по размерам в мире. Регион, где мы находимся, Арекипа, известен своей тектонической активностью. Именно здесь расположен самый глубокий каньон в мире. Здесь же расположены пятитысячники и вулканы. Здесь как минимум один раз в год происходит хотя бы одно землетрясение. Национальная кухня – это такое тоже достояние перуанцев. Известно более 500 блюд национальной кухни. Одно из самых известных – севичи. Это такая сырая рыба, морепродукты, залитые соком лайма. Возвращаемся с центральной площади Арекипы на бивак участников ралли «Дакар». Сегодня там будет интересно, сегодня гости ходят друг к другу, спортсмены делятся впечатлениями. По дороге проходим через рынок продуктовый. Здесь огромное многообразие различных продуктов. Хотел отметить просто, что Перу славится своей кухней. Более 500 видов блюд в ней. И вот ряды, да, мы, европейцы, именно из Перу получили томаты, картошку. Только картошке в Перу выведено более 3000 видов. Вообще на этом рынке очень много экзотики, непривычной нам, россиянам. Начиная от жареных морских свинок – традиционное блюдо. Сырой морской продукцией, политой лимонным соком. Это блюдо очень известное здесь – севиче. И все его повсеместно едят. И заканчивая кокой, листьями кофе, которые продаются в свободной продаже. Это национальный перуанский продукт, который они на Высокогорье употребляют в качестве тонизирующего продукта. Итак, друзья, мы на биваке команды КамАЗ Мастер. День отдыха в Арикипе. Но это одно лишь название – день отдыха. На самом деле, по-другому его называют день механика. Это очень важный день, когда нужно подготовить машины, уже видавшие виды после первой части гонки, ко второй части гонки. И здесь вовсю кипит работа. Айрат, после вчерашнего драматичного случая в гонке остается, по сути, три машины, если изменений не будет. Насколько важно подготовить их хорошо? Ну, это очень важно, потому что как раз после дня отдыха обычно вся развязка наступает. И кто лучше машины подготовит, тот и будет вверху таблицы. Первая гонка показала, что она нисколько не проще прошлого года. Очень много бездорожья, много песков, дюн, как и обещали. Поэтому вторая половина, мы сейчас поедем в обратную сторону. Предстоит практически все то же самое. Новыми маршрутами, рекорганизаторы что-то найдут еще интересное. И тут уже важно, начнется гонка на выживание. Кто меньше будет стоять, терять время, тот и будет в конце, на подиуме, на верхних строчах таблицы. По сути, на тебе большая ответственность. Ты будешь прикрывать две машины, везущие результаты, надеюсь, которые довезут результат до Лимы. Тяжело будет? Ну, это все непростое дело прикрывать. Нужно максимально быть близко к ним, самому не ошибаться и понимать, что за тобой уже никого нет. И мне уже никто не поможет. Поэтому тут нужно аккуратно выбрать максимально быстрый темп, но в то же время максимально надежный. Можно лучше в это местами чуть сброситься, но надежнее проехать. И главная задача ребят, как говорил все время, мы о тех, чтобы я их только на финише видел. Чтобы на спиртчастке я их никого не видел. Мы это им сейчас тоже скажем. Ну, а вот нам очень повезло, что ты сейчас нам здесь попался. Большая просьба давно от всех зрителей нашего канала рассказать побольше о новой машине. Вот давай поближе подойдем к этой машине. Это же ведь абсолютно новый автомобиль. Да, это абсолютно новый грузовик. Как все знают, с 2019 года регламент был изменен. И нам самое большое изменение – это объем двигателя. Если мы ездили до этого на двигатель Липкер с объемом 16,2 литра, сейчас мы перешли на объем 13 литров и выбрали в качестве, так сказать, донора мотор Каменс АСЗ-13. Он максимально приближен к максимальному разрешенному объему. Работали над ним с 2016 года. Очень много в него вложено сил, средств, разных идей. Очень много стендовых работ. Форсировали его очень мощно. И получилось из этого двигателя выжать 1100 лошадиных сил и момент 4500 ньютон на метр. Это очень хорошие показатели. Эти показатели нисколько не проигрывают мотору Липкер с большим объемом. Поэтому мотор получился действительно очень интересный. Да, на нем нужно чуть по-другому ехать, другая специфика. Все-таки меньший объем, рядная шестерка, одна турбина вместо двух. Поэтому здесь нужно было, конечно, в пилотировании тоже адаптироваться, поменять немножко подход, так сказать. Заметим, что и машина получила новый шильдик 43509. Эта новая модификация до сих пор была 4326. Но продолжая о моторах, это правда, что вам, в отличие от ваших зарубежных соперников, приходится форсировать серийные моторы. Тогда как иностранцы, наоборот, имея хорошие контакты с кольцевиками из грузовых серий, дефорсируют спортивные моторы, которые используются на кольце. Ну да, это известный факт. И об этом никто не скрывает. То есть это есть у всех такая возможность взять кольцевой какой-то мотор, дефорсировать его. Но это очень много ограничений вводит, если когда ты берешь мотор со стороны, не сам его готовишь. И очень сложно потом, так сказать, в душу ему влезть и посмотреть, что там внутри творится. Поэтому мы пошли по пути такого, чтобы сделать свой двигатель от и до. И то есть мы его досконально знаем, знаем, на что он способен, как с ним работать. Поэтому это для нас, конечно же, проще. Иностранцам, да, проще взять двигатель, дефорсировать его. Кольцевые моторы очень хорошие, очень неплохо себя показывают. Мотор EVCO, Cursor 13, действительно, прям, очень хорошие результаты показывает уже много лет. И у них, конечно же, наработки больше, чем у нас. Так как они на 13-литровых моторах уже едут очень давно. Чехии, белорусы, от команды Bagir, тоже кольцевики. Там Катерпиллер. Да, это Катерпиллер, это Bagir, Ла Прайс едет на таком же двигателе. То есть есть несколько таких моторов, хороших, это MAN, это Bagir и вот EVCO Cursor 13. Три таких поставщика, так сказать, на Дакаровском грузовом зачете. Но мы идем своим путем. И мы давай посмотрим машину с другой стороны. Была конструктивно изменена машина вплоть до рамы, потому что использована рядная шестерка. Ну да, это абсолютно новый автомобиль. То есть он строился именно под этот мотор, под этот регламент. И, конечно же, учитывая размеры двигателя, его конструктивные особенности, нам было проще сделать новый абсолютно автомобиль, чем переоборудовать наше старое. Ну и это правильно, если быстрее получается сделать новый автомобиль вокруг мотора. Был изменен и внешний дизайн, кабина немножко смещена вперед. Это тоже сделано из-за того, что двигатель достаточно высокий и нужно, мы не хотели кабину поднимать вверх, оставить ее максимально в положении, как на предыдущих машинах и подвинули из-за этого вперед. Ну, в остальном машина угадывается КамАЗовская традиционно. Ну, для наших новичков, может быть, наших обзоров, вы видите, что кузов абсолютно пустой. Здесь максимально, что есть, это бак. Вот эта машина снабжена, так скажем, ремкомплектом. Да, это тяжелая сейчас, в данный момент. Нет? Нет, нет, это обычный ящик, он просто размерами такой большой, а он практически наполовину пустой. Мы делаем специально такой ящик, но в случае каких-то экстренных ситуаций, если, не дай бог, машина останется совершенно одна в гонке и нужно будет что-то догружать. А так он практически пустой. Здесь самый необходимый такой шансовый инструмент, необходимые запчасти. Две запаски крепятся в задней части автомобиля и все, в принципе. Здесь больше ничего нет. Лишнего мы ничего стараемся не возить. Это вес, это очень важно. Сейчас все борются за килограммы, за граммы, поэтому мы тоже не отстаем от наших конкурентов. Тысячелитровый бак – это самое тяжелое, что есть в кузове. Ну и несколько слов о коробках передач. В этом году вы используете автоматы. На каких машинах? Да, регламентом принято было решение разрешить автоматические коробки передач. По этому пути уже давно шла команда Renault. Они первые, так сказать, начали использовать автоматические коробки. Нам это тоже показалось интересным. Начали мы пробовать разные варианты. И в этом году на Дакар выставили два автомобиля. Это Эдика Николаева. И мой автомобиль едет на автоматические коробки передач. Интересное очень решение. Интересно пилотировать такой автомобиль. Есть свои нюансы. Есть плюсы, есть минусы. То есть невозможно сделать там идеальную коробку. Это нереально. Учитывая нашу специфику, что мы ездим и в песках, и на бездорожье, и по асфальту, и по грунту, и по всем угодно. Очень сложно сделать какой-то идеальный. Но есть у автомата преимущество в песках, где-то в сложных местах. Когда переключение происходит практически без разрыва мощности. Ты не теряешь на переключение, на выжиме сцепления. Ну и плюс бывает даже физически где-то легче ехать. То есть меньше приходится переключать. 50 тысяч переключений, говорят, насчитали во время этапа у пилота. Ну да, примерно столько, наверное, в механическом режиме едешь. Но на автомате мы тоже едем. Я лично еду практически всегда только в ручном режиме. То есть это как на легковых автомобилях. Автомат имеет там полностью автоматический и ручной режим. Я еду в ручном режиме. Это некое подобие секвентальной коробки получается. Вот, ну, сейчас испытываем, будем дорабатывать. И дальше работать уже с автоматическими коробками. Многие, сейчас ИВЕКО, команда ИВЕКО полностью перешла на эти коробки. Все четыре автомобиля выставила. Слышал, команда МАСС строит капотник. И там тоже будут использовать автоматическую коробку. То есть тенденция такая, все ее видят, так сказать, понимают, что есть в этом преимущество. Поэтому, ну, идут в этом направлении. Ну, как говорит Владимир Чагин, если ты хотя бы один год ничего не сделаешь в машине, ты уже в следующем Дакаре проиграешь. Надо обязательно что-то в ней менять, постоянно двигаться в ногу со временем. Но то, что мы перечислили с тобой, это лишь немногие изменения. Самые основные, видимые глазу, да. Очень много поработали с электронной, ну, мозгами, да, машины. Мы, конечно, вообще, да, поработали с электроникой, с электрикой. У нас есть хорошие партнеры компании «Леони», которые делают для нас пучки, все жгуты. И, конечно, с ними стало гораздо проще. Это очень быстро делают, очень качественно, и проблем не имеем. Очень аккуратно, вся прокладка по электрике. Это, конечно, учитывая, что сейчас моторы полностью электронные, педаль газоэлектронный, ну, все электроника, на провода, так сказать, очень большая нагрузка и очень большая ответственность на них. Поэтому это очень важно. Сергей Корякин говорил, что пока месяц плыли машины через океан, там соль и окислились многие провода, но, слава богу, у нас такого нет. Немного о колесах, они стали большего размера. Да, это тоже, так сказать, мы увидели, что наши конкуренты начали переходить на радиус 22,5. Вот мы тоже посмотрели, решили попробовать, нам понравилось, сделали для этого диски. Больший диаметр, да, позволяет, во-первых, охлаждение тормозов более лучшее, на извилистых трассах интересно получается в управлении, так как профиль чуть меньше получается, она лучше стоит на дороге. Плюс в песках очень хорошо мы используем бедлок внутри, и в песках мы можем делать очень маленькое давление, и в каких-то сложных местах она позволяет лучше выезжать. Ну, тут тоже есть свои плюсы и минусы, то есть, если мы использовали раньше другой тип резины, он лучше подходил на извилистые трассы, вот, ну, в песках проигрывал. Здесь же резина лучше в песках, ну, там, проигрывать немножко на жестком грунту. Тут тоже идеального не найдешь, и нужно вот каждый Дакар делать именно полностью, в принципе, автомобиль собирается под определенный Дакар. Рас, спасибо, у тебя сегодня много работы, спасибо за обзор, надо бежать, и желаем удачи на второй половине дистанции. Спасибо. Друзья, ну, если эксперименты с шинами на спортивных автомобилях все еще продолжаются, то с резиной для наших автомобилей технической поддержки, например, для этого Аксора, мы уже давно определились и стабильно используем продукцию нашего партнера, цельнометаллокордные шины КАМА, продукции КАМА Тайрс. Это высокотехнологичная продукция, благодаря металлическому каркасу брекера они очень прочные. Конкретно вот эти, например, прошли уже многие тысячи километров. Они, в общем-то, любят их российские перевозчики, потому что, к примеру, можно восстановить протектор или донарезать его. Часто бывали случаи у нас здесь в Южной Америке, когда на горных перевалах особенно раскаляются тормоза, и все это диск почти красный, шипит, но шины держат и надежно, в общем, везут наши грузы и очень помогают команде КАМАЗ-Мастер в этих гонках. Сегодня насыщенный день, и в программе еще визит в больницу к пострадавшему вчера зрителю Андрей Каргинов и Владимир Чагин здесь, в клинике Арикипы. Все команды переживаем очень состояние Эвана Худсена, южноафриканского болельщика, который приехал посмотреть Дакар и вчера попал под колесо нашего автомобиля. Сегодня вот с пилотом Андреем Каргиновым и с нашим врачом, Ириной Зеленковой, приехали сюда, в клинику, чтобы навестить его, поинтересоваться его здоровьем, какая нужна помощь, может быть, от команды. Зайдя в палату, увидели улыбку на его на лице, сразу отлегло, пообщались с доктором, который нас успокоил, что в целом состояние хорошее, есть травма ноги, будет сделана операция, в несколько дней он пробудет здесь и потом уже может возвращаться к себе на родину. Ну и пообщавшись с ним, поняли его очень хорошее расположение, позитивное настроение в адрес команды, что он давно о команде знает и рад познакомиться, встретиться, но, к сожалению, только вот на больничной койке. Никаких претензий не имеет, пригласил нас в ЮАР, мы, соответственно, его в Россию, если будет какая-то ему необходимость в процессе восстановления после травмы, в чем наши специалисты медицинские, которые работают с командой, очень сильны, то мы его пригласим в Россию и обеспечим весь процесс восстановления. Они здесь находятся вдвоем, с братом, встретились с братом, пообщались, он прям сразу начал обниматься, ну, извинили, что так, да нет, вы нас извините, что получилось, что мой брат упал под колесо грузовика и из-за этого экипаж снимает с гонки. Они даже больше расстроены, чем мы, что из-за них вот получилась такая досадная ситуация с командой КАМАС-Мастер. К сожалению, вчера произошел неприятный инцидент с экипажем нашего грузовика при преодолении Дюны. Мы не смогли зайти по нужной траектории, как ехали все. Взяли чуть-чуть другую траекторию, потому что был сломан передний мост, привод был только на задние колеса, и мы преодолевали тяжелую Дюну, и по-другому иначе нельзя было. Вот, и при преодолении этой Дюны стояло небольшое количество зрителей, грузовик потихоньку начал остаскивать на них, вот, но я был уверен, что люди начали разбегаться, то есть они понимали, что машина едет на них, вот, и я был уверен, что все отбежали, вот, и продолжил движение дальше. Но потом, как выяснилось, по приезду на финиш, что, оказывается, один человек, даже так, я его не сбил, а он отбежавший, он споткнулся, упал, и я, получается, проехал по ноге ему, вот. Сейчас мы были у него в больнице, приходили к нему, общались с ним, вот, он со своей стороны тоже это видит, как бы ситуацию, ну, как бы все, можно сказать, виноватым чувствуют, но, естественно, здесь его вины нисколько нет, и, ну, ситуация на самом деле спорная, потому что, если бы я понимал, что я задел человека, естественно, остановился бы, вышел, оказал бы помощь, вызвал медиков и так далее, вот, но на самом деле ситуация оказалась по-другому. Ну, слава Богу, что последствия травмы, ну, незначительные, перелом ноги, вот, в скором будущем он сделает операцию, и процесс реабилитации вроде как несложный и недолгий. Мы переговорились с главврачом, тоже он, в принципе, настроен позитивно, но, как, наверное, всем уже известно, решение судей было в данной ситуации дисклицировать наш экипаж о дальнейшем участии в гонке. Ну, решение, наверное, самое суровое, можно сказать, самое жестокое, что могло быть в этой ситуации. Можно было, конечно, наверное, временной штраф дать, там, или еще что-то, как какое-то менее суровое наказание, но дать возможность грузовику продолжать гонку. Самое главное, чтобы машина находилась на спецучастке, не важно даже с каким штрафом, там, может быть, уже не борясь за какое-то победное место, но принося пользу другим нашим оставшимся экипажам. Сергей Геннадьевич Савостин, тим-менеджер команды. Вопросы по сегодняшнему дню отдыха, но не отдыха, а дню механиков, да? Сергей Геннадьевич, но впереди еще много работы, как всегда, наши ребята завершат уже затем на работу, я думаю, и какие основные выводы уже можно сделать сейчас? Ну, сегодня на ралли Дакар 2019 день отдыха, условно, такой день отдыха. Это означает, что гонка никуда не двигается, боевые экипажи стоят на билаке, и можно обслужить автомобили. Поэтому команда ночью отдыхала, сегодня днем трудится. В основном это регламентные работы, то, что запланировано регламентом, именно на день отдыха, замена узлов, агрегатов, которые прошли свой ресурс. Это в основном узлы подвески, такие как рессоры, мы их всегда на дне отдыха меняем, для того, чтобы не рисковать и не ждать каких-то сюрпризов на трассе. По основным работам работы уже завершены, и я думаю, что затем на работу будет совсем немного. Хорошо. Сейчас уже некоторые машины выезжают на тесты, заправляются, возвращаются на билвак. Завтра у нас очень ранный старт, это в 3.30 первый автомобиль, поэтому спать придется совсем немного. Думаю, что отбой сделаем пораньше, чтобы люди могли отдохнуть. Общий график работ позволяет это сделать. Достаточно хорошо успели по времени, и сейчас, как я уже сказал, работы завершаются, но и не могу не затронуть ту тему, что, к сожалению, сегодня у нас есть потери в составе по автомобилям. Это вчера сход экипажа Каргинова Андрея по причине дисквалификации. И сегодня было принято решение, что сойдет экипаж Арата Мордеева. Ввиду того, что два дня назад были обнаружены трещины на блоке двигателя, сегодня они начали, к сегодняшнему дню они начали развиваться, и дальше, ну, очень серьезный риск потерять машину где-то в тяжелых песках. Поэтому было принято решение, что экипаж Арата Мордеева тоже не участвует дальше в гонке. Это нетипичные такие... Раньше мы не встречались с тем, что трещины были. Моторы, в принципе, два года пробовали, да? Ну, действительно, моторы не сегодняшнего дня, но это достаточно новый вариант. Все прекрасно знают, что мы перешли на меньший объем двигателя, 13 литров, и, в принципе, это, будем говорить, наш первый Дакар на этих моторах. В прошлом году мы тестировали на одной машине данный двигатель, но вот в этом году уже регламент предусматривает только использование этих моторов. И первый год, когда эти моторы стоят на всех автомобилях, есть еще над чем работать. Тут надо понимать, что мотор все-таки для нас новый, мы его доводим. И показал себя достаточно хорошо. Это видно по темпу, который мы задавали сначала гонки, и продолжаем задавать. Но вот единичный случай такой у нас появился. Будем работать, будем анализировать по приезду домой. Я думаю, все эти проблемы решаем. Ну что ж, спортивная фортуна так же изменчива, как вот погода здесь в Арикипе. Мы будем рады покинуть этот город завтра, когда начнется вторая половина ралли Дакар. Еще вчера мы были уверены, что КамАЗ-мастер обеспечил себе комфортное присутствие в таблице генеральной классификации, когда три экипажа лидировали в гонке. Четвертый тоже оставался в гонке Айрата Мардеев. Но вчерашнее снятие с гонки экипажа Андрея Каргинова и сегодняшний вынужденный сход по техническим причинам Айрата Мардеева очень сильно меняют расклад сил в грузовом зачете. Будьте уверены, вот сейчас очень сильно нажмут соперники. В первую очередь Жерар Дерой, который всего лишь в часе с лишним находится от второго Дмитрия Сотникова. По меркам Дакара, когда впереди еще половина пути, пески, бездорожье, русло рек и прочее, это очень мало. И поэтому КамАЗ-мастер, продолжая гонку двумя экипажами, будет иметь большие риски, но мы будем надеяться, что фортуна все-таки будет на стороне наших ребят. Завтра вторая половина гонки начнется с длинного Леозона в окрестности Сан-Хуан-де-Марконы, и там участников ралли ждет относительно короткий 290-километровый спецучасток. Продолжение следует... Продолжение следует...